добрый день у нас сегодня очень интересная встреча к нам в университет приехала группа студентов московского государства института международных отношений это уже ответный визит потому что группа наших студентов института международных отношений юридического факультета уже побывала москве и сегодня мы с вами будем говорить о студенческих средствах массовой информации я думаю что тема это очень интересно прежде всего потому что университетская жизнь это не только учеба но и прежде всего то что называется студенческой жизнью и когда я была студентка у нас был и клуб иностранных кит он по-моему назывался да это клуб дружбы с иностранцами у нас были различные кружки и разные мероприятия сейчас тоже самое у студентов должна быть и я думаю что она есть насыщенная интересная жизнь помимо занятий и вот если на протяжении многих веков надо сказать учеба университете или школе всегда сопровождалась например театральными постановками то есть считалось что студенты должны выступать должны держаться на сцене должны овладеть риторикой то еще один очень важный навык это навык писать тексты писать такие тексты чтобы они читались то есть студенческие сми это не просто развлечение и что-то такое дополнительное это то что формирует мы сейчас принято говорить soft skills до мягкие навыки без этих навыков мне кажется что студент международник или студент юрист на самом деле не сможет найти и хорошую работу да и в принципе это вообще очень полезно для не просто карьеры но и для того чтобы ваша дальнейшая жизнь была действительно интересной некоторое время тому назад у нас в институте международных отношений мы начали сдавать газету которая называется ему на волге институт международных отношений ему на волге и многие студенты которые присутствуют сейчас в зале это как раз студенты ему но у нас есть еще и мгимо представители не мой здесь мы чуть позже поговорим о том как называются ваши издания помимо печатных изданий есть и телевидение оно есть и в нашем университете казанском федеральном университете и мы чуть позже узнаем если такая форма сми мгимо у наших гостей ну а пока я как раз представлю тех кто будет сегодня спикерами у нас хотя мы будем постоянно обращаться и к вам к нашей аудитории нам бы хотелось чтобы разговор получился с двух сторон не только спикеры говорили но и вы высказывали ваше предложение о том как сделать нашу студенческую жизнь более интересной и насыщенной прежде всего эльдар азатович каримов директор медиа-центра казанского федерального университета алексей стариков наш гость студент магистр мгимо вы студент юридического факультета да студент юридического факультета и человек который очень много знает о том как организована студенческая жизнь мгимо и сергей белов студент четвертого курса бакалавриата по направлению международное отношение давайте мы с вами начнем с наших гостей расскажите пожалуйста какие у вас есть то что называть сейчас сми я не очень люблю эту аббревиатуру средства массовой информации которые делаются создаются пишутся снимаются мгимо насколько они привлекают студентов как они делаются словом как эти ваши сми живут спасибо большое на самом деле очень рад сегодня здесь присутствовать в таком формате на самом деле первый раз участвую в подобном мероприятии надо сказать что мы только что были на экскурсии по медиа-центру к фу и конечно вся наша делегация была удивлена тому как это реализовано в вашем университете я думаю нам есть здесь чему может быть по хорошему позавидовать и какой опыт перенять у вас у нас конечно студенческие сми они децентрализованы то есть каждая студенческая организация так или иначе она ведет работу какую-то свою социальную сеть и использует ее собственно в качестве средства массовой информации координирует работу всех студенческих объединений управления по воспитательной работе со стороны администрации университета и собственно направляет да в какое русло нужно там выстраивать график публикации и так далее соответственно есть несколько изданий также среди них и международник достаточно известный сейчас журнал 68 года это было издание которое форме газеты до издавалась и 17 года именно вот в виде журнала издается работают над ним в основном конечно студенты факультета международной журналистики как в общем и в большинстве студенческих организаций те кто занимается в отделе медиа они в основном как раз студенты мж факультета вот и собственно несколько есть таких студенческих проектов что-то вроде телеканалов но каналом youtube это конечно ограничивается и социальными сетями вот мгимо 360 такой серьезный достаточно проект который освещает основные мероприятия у нас проходящие в университете старается во всяком случае по в меру своих возможностей делать какие-то рубрики ежедневные еженедельные дайджесты мероприятий кроме того у нас основная организация студенческая это конечно студенческий союз и собственно там также выходят у нас различные рубрики освещаются все мероприятия есть отдельный проект у студенческого союза называется мгимон дайджест где каждую неделю в начале каждой недели публикуется сводка по всем проходящим университете мероприятиям то есть такой как бы календарь мероприятий вот в таком формате это основные направления думаю дальше мы в дискуссии как-то можем углубиться в конкретный вопрос а если среди наших гостей из мгимо те кто участвует в издании этих сми и пишет может быть для них или редактирует спасибо у нас будет тоже к вам несколько вопросов давайте мы обратимся с вопросом календарь азатовичу расскажите пожалуйста о нашем медиа-центре о том какую роль играют студенты когда он был создан видите экскурсия потрясла наших гостей но на самом деле создан был телеканал он начинался где-то в конце десятого года это конечно решение ректора было и надо сказать что это весьма такой дорогостоящий ресурсообъемкий проект не каждый университета тебе может позволить и для этого нужна стратегия приоритета университета то есть руководитель должен ставить такие приоритеты ректором собственно говоря и поставил изначально поставил такую задачу что должен быть свой телеканал который не просто телеканал в youtube который вещал бы как все профессиональные достаточно успешные уже телеканала как минимум в регионе поэтому изначально поставить такую задачу соответственно мы начинали свой путь с того что техническую базу мы Конечно, и специалистов формировали уже за счет профессионалов-телевизионщиков. А вот наполнение, и для чего создавался этот телеканал? Он создавался, в принципе, для того, чтобы был базой практики высшей школы журналистики и медиакоммуникации, то есть будущих тележурналистов, для того, чтобы они здесь, и, как сказал ректор Равкадыч Гафоров, он сказал, студент, который выпускник высшей школы журналистики и медиакоммуникации, придя на другую телекомпанию, на свою работу, должен там, собственно говоря, диктовать уже какие-то новые модернизационные вещи, взгляды. А для этого он должен работать здесь, на современном, хорошем оборудовании и на современных технологиях. Я надеюсь, что пока на это время нам удалось это сделать. Должен сказать, что в 2012 году мы были первыми в Торстане, кто начал вещать на Full HD. В то время все еще вещали менее 9, то есть тогда еще был цифровой формат, достаточно такой менее качественный, и мы были первыми в этом смысле. И это нам повезло очень здорово, когда я говорил на экскурсии со студентами МГИМО, что нас завели в те кабельные сети, в эти, так нам помогло именно то, что качественная картинка была, был уже такой достаточно профессиональный подход. И в связи с этим это нам помогло, конечно, безусловно, войти в кабельные сети не только Татарстана, а я вот уже студентом ГИМО говорил, что мы вещаем и в Нижегородской области, в Башкортостане, в Мариэл, мы вещаем в Подмосковье в нескольких городах. Мало того, к нам вышли вот эти провайдеры, а вот эти провайдеры, что это такое? Это те провайдеры, которые в интернете распространяют программы телепередач, то есть телеканалов. Формируют их и по подписке их можно смотреть. Но смотрят их русскоязычные подписчики в Америке, в Турции, в Германии, мы там тоже присутствуем. То есть это достаточно серьезно, я вот просто к тому хочу сказать. Но при этом, при профессиональном подходе, тем, что технический состав, он все-таки специалисты, телевизионщики, все же контент во многом, в новости точно делаются студентами во многом, и делаются еще многие программы, ну, в рамках учебной программы Высшей школы журналистики и медико-коммуникации. И уникальность еще телеканала в том, что в создании контента участвуют не вот специалисты телеканала университета, а весь состав Большого Казанского федерального университета. Ученые, преподаватели, профессора, и в том числе приезжие, знаменитые ученые, и вообще гости, кто приходит. Ну, посол США здесь давал лекции, мой выпускелевый эфир, да. Я уже говорил, что гору бизнеса, Адизис тоже здесь давал лекции, мы также их разместили как контент. То есть в этом смысле мы выходим за рамки корпоративного университета. Мы, в принципе, уже сейчас превращаемся в общественное телевидение, такого рода познавательное. Поэтому не зря нас заводят кабельные сети, в Подмосковье в том числе, и других субъектов. Если бы мы были узкокорпоративными, мы бы были неинтересны. В XIX веке в Казани появился целый ряд газет, которые говорили, что они не хотят чувствовать себя только провинциальными, они заменят и столичные, московские, и петербургские газеты. Начали печатать даже международные новости. В связи с этим контент в основном связан с нашей жизнью и научной жизнью. А мы можем расшириться до международных новостей так, чтобы студенты и МО тоже могли принимать участие в создании контента для нашего телевидения? Да, конечно. Мало того, мы же вот и новости строим. Мы сейчас как строим новости? Например, тренд. Ну, возникает какой-то тренд информационный, которым средства массовой информации тиражируют. Вот последние вот новости, которые связаны, предположим, с этой ситуацией между Палестиной и Израилем. Казалось бы, ну, как это касается университета? Касается. Институт международных отношений, эксперты сразу дают оценку, дают примерный расклад, как это может повлиять на отношения с Россией, повлияет ли это или нет, как это коснется Татарстана. То есть в этом смысле мы всегда стараемся выходить за рамки, вот чисто только у корпоративных. При этом получается и косвенно, как бы, в любом случае мы пиарим университет, потому что эксперты наши, наши ученые, наши преподаватели. Но экспертами могут быть и даже студенты, поэтому мы приглашаем вас участвовать. Касаясь студентов, вот нам вообще, я знаю, что вот Институт международных отношений очень активен. И в социальной сети, и в медиасфере, в принципе, не хватает программ, это да. Да, ради бога, приходите, мы, я только буду рад, если мы готовы рассмотреть вопросы, и готовы даже помочь своими силами, каким-то техническим производствами, проблем нет ли это? Спасибо. Сергей, и несколько слов о средствах массовой информации, которые связаны с нашим институтом, Институтом международных отношений, и немножечко о газете, в которой вы регулярно пишете. Кстати, номера газеты, вот они в зале. Мы положили по несколько номеров газет нашим гостям, и номера газет там у вас. То есть вы могли успеть их посмотреть, и тоже, если у вас будут какие-то комментарии, вопросы, вы можете задавать. Спасибо. Данная газета называется «Имо на Волге», как вы могли уже прочитать. Газета эта относительно молодая. Первый выпуск вышел еще в 2019 году. Направленность газеты, газета направлена на освещение жизни университета, в том числе и освещение международной деятельности нашего института. Кроме того, мы освещаем в этой газете международные проблемы. Газета же выходит раз в два месяца, но в 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой мы взяли паузу и на время прекратили издание данной газеты. Прекратили мы ее по той причине, так как основное средство подачи информации — это печатное издание. Авторами же нашей газеты являются в первую очередь студенты. Студенты, в частности, направление международное отношение, а также регионоведение. Конечно же, газета представляет весь институт международных отношений, в который входят также и историки, и лингвисты. И мы бы хотели, чтобы они тоже участвовали в создании контента для нашей газеты. Если говорить конкретно о контенте нашей газеты, то мы специализируемся на издании интервью с нашими преподавателями. Вот в частности, в последнем номере было интервью с профессором Валерием Алексеевичем Литяевым, который сидит в первом ряду. Кроме того, у нас существуют колонки, которые освещают, как я уже сказал ранее, мероприятия и стажировки, которые проходят наши студенты. Это полезно тем, что студенты, которые, может быть, не такие активны в социальных сетях, могли бы просмотреть, какие есть возможности у них, как у студентов Института международных отношений. В связи с тем, что наша газета специализируется на международной проблематике, у нас есть специальная колонка, называется «Наши аналитики», где студенты могут публиковать свои аналитические записки по актуальным темам. Вклад данной газеты пока еще не очень большой, но у нее есть потенциал. Может быть, даже выйти на общий университетский уровень, что мы, конечно же, хотим достигнуть. Как нам кажется, данная газета позволяет студентам опробовать что-то себя в новой сфере, попрактиковать свои способности в написании статьи, в интервью, и также в аналитике. Спасибо. Спасибо. Есть рубрика «Наши аналитики». В газете «Бумага», тоже петербургская, есть, например, раздел «Экспаты». Они находят тех иностранцев, которые поселились в Петербурге, иностранцы, и задают им пять вопросов. Даже чему вас научила Россия, почему вы здесь остались и так далее. То есть рубрики очень разные. И вот мне, конечно, очень интересно было бы, я уже давно преподаватель, мне хочется понять, как сделать так, чтобы газета в данном случае или передача были интересны студентам, не только нам, преподавателям. То есть какие темы были бы интересными, о чем нужно писать, какие рубрики необходимы и так далее. Потому что есть в любом университете взрослый взгляд и студенческий взгляд. Вот ваш студенческий взгляд. Как сделать так, чтобы газета была интересной? И вот лично вам, какие рубрики были бы интересны, Алексей? Ну, я думаю, что здесь, конечно, это вопрос целевой аудитории. И у каждого средства... Ну, вы и есть целевая аудитория. Да, я имею в виду, что у каждого средства массовой информации, которое вот у нас в университете работает, так или иначе, она своя. И рубрики, насчет рубрик, конечно, здесь сложно какой-то однозначный ответ. Одно ваше предложение. Я хочу читать про... Юриспруденцию. Потому что я студент Ефар. Хорошо, но про юриспруденцию можете прочитать где-то еще. Да, понятно. Но на самом деле, когда материал подается от студентов студентам, он, в принципе, в упрощенной форме всегда подается. Если это формат, допустим, каких-то аналитических материалов, вот как у нас в соцсетях юридического клуба, в частности, выходят какие-то материалы по правовым повесткам, по разным. Рубрика «Есть правовые новости», например, где простым языком описано, какие там новеллы в законодательстве у нас сейчас в настоящее время происходят. Вот. В таком формате это воспринимается проще, не нужно что-то там искать, выискивать за это. Это уже сделали, собственно, люди, которые поработали над этой рубрикой. Вот. В таком формате это, конечно, всегда актуально и для студентов имеет значение. Сергей, а вы как считаете, как автор газеты, какие темы вашим друзьям были бы интересны? Ну, первостепенно нужно обратиться, обратить внимание на тематику газеты. Понятно, что в газете, в которой тематика является международное отношение, о быте студентов, так сказать, в горячих темах писать нельзя. Ну, почему? Ну, это не соответствует тематике. Нет, газета, вот наша называется «Имо на Волге», это же не про международное отношение, а про жизнь института? Про международную жизнь института и международные мероприятия, которые проходят в нашем институте, а не социальная жизнь, ну, имеется в виду вопросы с общежитием, которые многих волнуют и так далее. То есть это будет отдельная газета? Для этого есть другие газеты, например, можно предложить институту социально-философских наук создать собственную газету, где они будут писать подобные статьи. Тогда философы об экзистенции, о социологе, о жизни в общежитии, да? Например, предполагаем. Ну, и как мне кажется, студентам-международникам будет интересно читать достаточно емкие и понятные статьи о международной проблематике. Им, как студентам, не очень интересно читать монографию на 100-150 страниц. Им нужно получить актуальную и понятную информацию сейчас в течение перерыва между парами. Хорошо, спасибо. Мне бы хотелось задать тот же самый вопрос аудитории. Про что бы вы хотели читать? Поскольку целевая аудитория, это вы студенты, то есть студенческая газета, она обращена не к нам, преподавателям, а к вам. Про что бы вы хотели читать? Как сделать так, чтобы вот отпечатали у нас в типографии университета, например, целую пачку газет, мы так понемножку разложили в разных зданиях, а вы прямо на перебой бросились. Помните, у нас была газета «Ленинец»? Была. Ее выкладывали, по-моему, по вторникам или по средам, я сейчас точно не помню. И если вот в эту переменку не успел спуститься к вахте и схватить эту газету, то опоздал. И там просто вот рвались к этому, потом из рук в руки передавали. Такая вот была наша университетская газета. Вот как сделать так, чтобы вы тоже знали, что вот в эту переменку выложат газету, и вообще ломая ноги по лестницам, мы целыми добрались до вахты и прям вырвали эту газету и сказали, будем читать. Пожалуйста. Здравствуйте. Работает, да? Меня зовут Хусейн. Поближе немножко, держите. Да, я из МГИМО. И хотел бы высказать несколько своих мыслей по поводу вашего вопроса. На самом деле, мне кажется, что очень сложно создать газету, которая будет интересна всем студентам. Потому что, конечно, нас всех объединяет, скажем так, студенческое братство и так далее. Но на самом деле наши интересы вне учебы, они во многом различны. И если мы хотим создавать газету для досуга студентов, которую они читают на переменах или после занятий, то это на самом деле достаточно сложно сделать. И тут дело даже не в рубриках, на мой взгляд, а в авторах. То есть если у вас подобрались замечательные авторы, которые хорошо пишут, и они интересны для студентов и, скажем так, известны, такие, не знаю, публицисты местного масштаба, то я бы, например, таких людей читал. И я бы читал их авторские колонки про что угодно. Про кино, про музыку, про другие университеты. Ну, не без разницы. Однако, если эти авторы не очень интересны, то есть у них обычный язык, то в целом я бы не стал это делать, потому что слишком большой выбор. Например, в СМИ, в принципе, много. И СМИ русскоязычных, и англоязычных. Это не такая большая проблема. И, в принципе, я бы, наверное, поддержал еще Алексея. Он говорил про то, что в рамках юридического клуба выходят новости юридические. Например, мы делаем новости энергетические на нашем факультете. И мне, наверное, было бы интересно читать то, что как-то связано, условно говоря, с моей сферой деятельности, чтобы я мог, ну, скажем так, улучшать свои компетенции в этой сфере. То есть это просто было бы полезно. Это, конечно, я не говорю про то, что там как-то все очень хорошо пишут. Это просто именно полезно. Вот я бы, наверное, так ответил на ваш вопрос. Спасибо. Спасибо. Про публицистов местного масштаба мне очень понравилось. Прямо термин новый журналистский. Спасибо. Может быть, еще есть? Благодарю вас. Студент третьего курса МГИМО Леонид Славинский. Хотел бы начать, наверное, с того, что газетка, в принципе, как формат общения с аудиторией сейчас не настолько эффективно. Можно сказать, что в МГИМО, благодаря нашим общим усилиям, social media marketing – это такое направление, которое, в общем-то, объединяет всех вокруг себя. Потому что, безусловно, тематическое наполнение является очень важной составляющей популярности любого медиа. Но способ представления сейчас является еще более важной составляющей. Потому что, как действительно отмечали коллеги, можно писать о чем угодно. Можно писать о науке в научно-популярном стиле. Можно писать об ивентах, как, например, в рамках проекта МГИМО Дайджест. Можно освещать новейшие тренды в области искусства, моды, чего угодно. Самое главное, чтобы это было красиво. Потому что нынешняя аудитория замечает не только то, чем наполнен источник информации, но еще и как это сделано. То есть даже здесь не суть в том, как пишут, наверное, а как это представлено. Именно поэтому визуалу сейчас уделяется очень большое внимание. И данный тренд, особенно в связи с разразившейся коронавирусной инфекцией, можно назвать ключевым. Потому что визуализация, как такой способ представления информации, это ведущий способ выделиться на фоне других источников и, в принципе, средств массовой информации. Наверное, это та ключевая мысль, которую я хотел бы высказать, потому что очень важен способ. Теперь вот те самые soft skills, о которых вы упоминали, они важны в работе СМИ тоже. Не только hard skills, то есть то, что мы хотим донести, но еще и то, как мы это делаем. Хорошо, спасибо. Может быть, сейчас и наши студенты тоже скажут о том, что бы они хотели, о чем бы они хотели читать. Но вот все равно мы немножечко сворачиваем на то, что есть профессиональные журналисты и студенты-журналисты. А мы говорим о том, что эти навыки работы в СМИ необходимы и просто будущим международникам, и всем будущим историкам, регионоведам, кто здесь сидит. Здесь у нас есть группа германо-российских исследований. То есть людям, которые напрямую к журналистике не имеют отношения. И вот, кстати, насчет того, чтобы хорошо писать, это большая проблема. Нам, взрослым, приходится все время редактировать те статьи, которые нам приносят. А как у вас? Тогда уж я сразу вас спрошу. Да. Безусловно, институт редактуры присутствует, и наша иерархическая структура позволяет это делать эффективно, потому что существует, например, в рамках студенческого союза пресс-службы его, существует структура, благодаря которой все статьи, безусловно, идут на утверждение. Нет, это разные вещи. Утверждение, это не просто редактирование стилистическое. В любом случае, вы понимаете, что утверждение идет прежде всего по лексико-грамматической части. И именно поэтому здесь такой интерактивный формат, не только когда вносятся правки и что-то безнадежно, допустим, выбрасывается, но в любом случае это и какая-то помощь в написании статей. Потому что это прекрасная школа не только для журналистов, но и для всех тех, кто хочет просто красиво нанести свою мысль, что сейчас является, безусловно, важным. И у нас данные, это нельзя назвать контролем, это можно назвать помощью в написании какого-либо материала. Он существует на всех стадиях, это очень хорошо помогает в координации и в эффективной организации всей работы студенческих медиа. Спасибо. Я вообще думаю о том, что, наверное, нужны не для журналистов, а как раз для нежурналистов такого рода школы, может быть, на базе и МГИМО, и на базе нашего института, и в том числе медиа-центра, которые бы учили писать все, кто не получает, собственно, журналистское образование, самое разное, в том числе и вот наше международное. А может быть, у наших студентов есть предложение, какие темы были бы вам интересны? Очень хочется понять, что хотят студенты. Ну, можно я добавлю? Можно. Есть, есть, лучше студентов спросить, да, я потом добавлю. А, у меня к вам как раз будет такой же вопрос. Я добавлю, я добавлю. Добрый день, меня зовут Серегин Дарья, я из Института международных отношений, на третьем курсе учусь, и, знаете, мне было бы очень интересно, я достаточно активный студент, и мне было бы интересно читать о всяких мероприятиях, не только российского уровня, но и международного, о каких-то конкурсах, форумах на разные тематики, о каких-то грантах, возможных стипендиях, потому что для студентов это тоже очень важно, и это возможность проявиться, возможность показать свои таланты, свои какие-то способности. уже не только в рамках института своего родного, не только в рамках университета, но и выходить на другие площадки, возможно, найти какое-то свое призвание, профессию благодаря таким конкурсам и мероприятиям. очень сложно искать их, и было бы интересно, если бы этим занималась какая-то специальная группа, люди, которые бы постоянно были на связи с организаторами таких мероприятий, и рассказывали бы о них, объясняли, как туда нужно подавать заявки, как нужно правильно себя представлять, как правильно регистрироваться и так далее. Это было бы очень здорово, очень полезно, и я думаю, студентам разных институтов и разных направлений было бы это интересно, каждый бы нашел для себя что-то интересное. Спасибо. Спасибо, такой прогнозичный подход. Конечно, Валерий Алексеевич. Микрофон, пожалуйста, меня услышат. Нам говорили о том, что газету должна информировать, еще раз, Валерий Алексеевич, микрофон. И писать о чем-то интересном. Ну, для меня лично, мне все равно, о чем пишут студенты, какие темы они выбирают, из тех, какие интересны именно им. Мне больше всего вот в таком чтении, меня более привлекает такой когнитивный аспект, то, как они понимают, то, о чем они пишут. Поэтому тема для меня не имеет никакого значения. Вот важно увидеть, как студент размышляет, и чтобы сопрять свое понимание происходящего, то, что меня волнует, и с тем, что волнует это поколение. Слишком ли мы расходимся друг с другом, либо мы, собственно, думаем об одном и том же, только говорим разными словами. Вот Марина Цветаева есть такое выражение. Важно не новое что-то сказать, а найти новое слово для отражения того, как мы понимаем происходящее. Ну, наверное, в студенческой газете важен и информационный аспект. Видимо, студентам не хватает вот такой информации, которой, может быть, не всегда ее увидишь в социальных сетях. Может быть, не хватает какой-то такой кумулятивной площадки, где бы разные соцсети могли бы кооперироваться и давать какую-то информацию о происходящих событиях, которые могут заинтересовать студентов и других людей, другого возраста. Спасибо. Замечательное дополнение, потому что в Ганессе прозвучало, что самое интересное – это взгляд, хотя уже немножко вы об этом говорили. Ильдар Розатович, пожалуйста, как вы, практика, решаете этот вопрос? Исходя из нашей практики, вот, например, с самого начала я читал и знал, что спорт в российских университетах, он не котируется. Это не Америка, да? Там вот эти бои, эти американские футболы, студенты собираются, там массами смотрят. Но сейчас удивительная вещь происходит, онлайн-трансляция по спорту начинает набирать обороты. Мы вот сейчас прямо выделили молодежную группу, она там целыми днями практически транслирует, и просмотры очень высокие, они растут. Это вот первый момент по рубрикам, если мы говорим. Второй, безусловно, всегда был интересен студенческая весна, первокурсники, то, что проводят фестивали, это всегда вызывает большой интерес, и наши трансляции также там набирают большое количество. Ну и важно, чем занимается студент, хобби. Вот какое-то интересное хобби сразу начинает лайкать, наши сюжеты начинают вылезать. Но если мы попадаем в тренды, безусловно, студенты тоже, оказывается, интересуются политикой, как выяснилось, интересуются ковидом, тоже это лайкают. То есть вот примерно я по опыту того, что мы делаем своих сюжетов и своих выпусков, вот уже могу сказать, что примерно выстреливают вот на сегодня. Я хотел бы вот еще добавить... А в микрофон, Валерий Александрович. Илья Ефимовна привела пример из нашей университетской газеты, которая называлась «Ленинец». Действительно, эта газета была настолько интересна. Я учился в аспирантуре, и мне запомнилось до сих пор очень хорошо наименование одной из статей. Она принадлежала одному из профессоров университета. Илья Ефимовна называлась она таким образом. Стандартное мышление, вы, простите, не знаю, «Я за». Меня сразу привлекло это наименование. Вот я бросился читать. Оказалось, что автор пишет о том, что такое стандартное мышление. Обычно мы понимаем, что это мышление какое-то такое неординарное, не неординарное, не творческое, а такое достаточно рутинное. И вот автор говорил о том, что стандарт... Вот что такое стандарт? Это самое лучшее. И оно попадает именно в стандарт. Поэтому, если говорить с этой точки зрения, стандартное мышление – это оптимальное мышление для понимания той ситуации, которая рассматривается автором. И он говорит, да, я за такое мышление. Вот почему-то из всего того количества статей, которые было в этой газете, которые руководила неординарный, совершенно талантливый человек, Элла Михайлова, я вот запомнил эту статью. Ну вот, эта тема уже была поднята, и мне хотелось бы задать вопросы нашим спикерам. У вас дополнение? Ну да, провокационные, кстати. Название провокационное. Он начинает цеплять. Можно очень поспорить. Стандартно – это хорошо. И что нестандартно – да, оно уже цепляет. Мне, например, также нравятся рубрики… В микрофон, Владимир Алексеевич, не отдавайте его. Вот не хочешь читать статью, а рубрика носит провокационный характер, и почему-то хочется быстренько пробежать, о чем же думает автор, что он понимает под этим. И вот, кстати, к вопросу о мастерах местного разлива. Я вам немножко… Проблема, знаете, в чем? Вот здесь же сразу возникло то, что надо редактировать. Это же студенты, какие там мастера. Мастера, к сожалению, и студентов, они тоже выходят. Но их сразу забирают, они выходят. А что такое студенческие СМИ? Это же не зарплаты, это же, ну, как бы сказать, проявление себя, что ли, самореализация какая-то. Она недолго держится без проживания на жизнь, да, а умы уходят. Поэтому здесь, если мы говорим о студенческих СМИ, конечно, вот на то, что как написано мастерски, рассчитывать, ну, маловероятно. Здесь надо вот как раз выходить тем, что нащупывать, во-первых, оперативность, и нащупывать вот эти точки, которые смотрят, то есть на которые откликаются, которые кликают. Сейчас, по счастью, интернет позволяет сразу получить обратную оценку. Смотрят, не смотрят. У нас, я честно скажу, многие сюжеты там смотрят 25-30 просмотров. Иногда на этот дневник все думают, что, боже мой, для чего мы работаем. А вот иногда выстреливает, например, выстрелил там за 300 тысяч просмотров шоу «Холостяка», наша студенка там. Ну, момент, сразу начали смотреть. То есть тоже попадает. То есть на этом тоже можно какую-то аналитику делать, понимать, что интересует людей. Но вопрос второй. А правильно ли идти по тому пути, что интересует большинство? Так ли это верно? Это тоже вопрос такой, еще спорный. Особенно, например, научные передачи. Может быть, они не сразу привлекают большую аудиторию. Конечно. Но университет должен это делать. Безусловно, да. Ну вот как раз у меня продолжительный вопрос. Для редактуры тоже хотел добавить. У нас, во всяком случае, у нас зачастую она проводится не, так скажем, не администраторами, а самими студентами, просто старшим поколением студентов. И вот, например, в рамках того же, извините, что я часто уже стал к нему апеллировать юридического клуба, новости смотрю я лично, редактирую, а дальше уже администратор из управления информацией и рекламы университета, который публикует это на официальных ресурсах. Понятно, в соцсети мы даем это сами, а на официальных ресурсах уже люди упывают на компетентность этих студентов. И таким образом мы просто обеспечим какую-то преемственность. Те, кто у нас работает в медиа-отделах, они учатся писать, на своих ошибках, соответственно, учатся это делать. И дальше мы вот как-то взращиваем. Понятно. Ну вот как раз тоже, чтобы продолжить эту тему, ведь если мы стремимся, например, к популярности то ли иной рубрики или то ли иной статьи, то можно перейти некоторые границы. И можно обратиться в какую-то хайповую ситуацию. И есть целый ряд средств массовой информации студенческих в Ишке и в Петербурге, которые, в общем, породили всероссийские скандалы. Есть ли здесь некие границы? И есть ли такое, о чем можно писать, о чем нельзя писать? В какой мере, ну, можно, например, критиковать родной университет, если вы тут же издаетесь или нет? И так далее. У меня есть вот такой собственный опыт. Валерий Алексеевич вспомнил тоже о замечательном издателе газеты «Рениенс». Так получилось, что я была, когда членом, у нас была такая ассоциация молодых преподавателей университета, и мы встречались с тогдашним, очень давним еще ректором. И я по этому поводу написала ироническую статью. Ее не напечатали, про ректор университета не разрешил тогдашнее это сделать. Газета разошлась в списках. Я тогда почувствовала себя на неделю Герсоном Огаревым в одном лице, была очень горда собой. Но через неделю приехал тогдашний, давний, это было еще в моей молодости, ректор и сказал, ну что, уже все равно все прочитали. Уже в списках разошлась, печатайте. Но вопрос все равно встает. То есть каковы границы, каковы этические границы? Есть ли такое, что что-то можно, что-то нельзя в студенческих СМИ? Как вы считаете? Как юрист. Как юрист. Нет, на самом деле здесь, опять же, наши студенты руководствуются в первую очередь здравым смыслом. Мы все это, в принципе, для чего делаем? Для того, чтобы получить какие-то компетенции. И лично, на мой взгляд, заниматься каким-то популизмом, рассматривать такие вопросы, которые могут как-то затронуть и честь всего там университета, это не совсем будет правильно. Но это лично мое мнение. Относительно позиции всех студентов я, наверное, не могу говорить. Но, конечно, эти вопросы, на мой взгляд, освещаться не должны какие-то burning issues, так называемые. Все-таки студенты это делают для того, чтобы получать навыки. И это можно делать, освещая мероприятия в университете. На самом деле... Да, ваше мнение. Да. На самом деле, как говорят мэтры, можно писать вообще обо всем. Вопрос, как писать? Как подать это? Можно это подать агрессивно. Вызывая на конфликт. Это одна ситуация. А можно это рассмотреть с нескольких сторон и обозначить, как решать проблему. То есть вопрос языка, вопрос подачи, стилистики тут вылезает. Не страшно вообще любую тему поднимать. Даже политическую. Вопрос, как ее подать грамотно, так, чтобы это... Эльдор Азатович, а вот как раз вопрос. А на вашем телевидении поднимаются сложные темы? Ведь если нет проблемных материалов, это как раз то, что делает ситуацию скучной. И были ли какие-то случаи, которые вы можете рассказать, как некий пример, как некий опыт решения ситуации? Ну, во-первых, да, поднимаются вопросы, и в том числе и с Навально поднимаются вопросы. Но обсуждается это вот не в политике противостояния, вопрос вообще, феномен, почему это возникает, по чем причины, как это можно решить. Это на самом деле университетский подход и есть. Подход, когда не выносятся скоропалительные выводы, потому что многого мы можем не знать, много информации не доходит, или она искажается. В этом смысле библейское «не суди, да не судим будешь», оно вот как раз ложится в эту конвок, как никогда. Поэтому здесь нужно всегда в этом смысле выслушать некоторые несколько сторон и попытаться анализировать. В этом смысле, да, мы выходили, и мы выходили по мусорожевогательному заводу, который здесь, эти все экологические протесты, которые шли, здесь обсуждалось это, насколько это, вообще говоря, экологически вредно, не вредно, и насколько оно вообще правильно это делать. Здесь открыто это все обсуждалось, приходили даже представители власти городской, и, в общем, как бы я не вижу таких. Опять же, можно обсуждать все, что угодно. Вопрос, как это делать, грамотно и профессионально. У меня продолжение вопроса к аудитории. Может быть, у вас есть тоже свое представление о том, каковы границы студенческих СМИ, какие, есть ли ситуации, что можно какие-то темы затрагивать или не затрагивать, например, как их рассматривать. Вот поскольку этические проблемы, они на самом деле очень важны в этой ситуации. Пожалуйста, сейчас микрофон. Здравствуйте, я от МГИМО, не знаю, как стать или нет. По поводу отношений я бы здесь, наверное, хотел сказать именно по поводу научных работ и вопросов, связанных с подниманием написания их и какой-то определенной этики или тем, которые мы можем писать, которые мы не можем писать. Здесь, во-первых, надо сказать, что студент, который учится, он пришел в университет именно, чтобы получить знания. Для него первоочередная задача – это что-то узнать, что-то понять, принести новое. Если студент это хочет и он пишет эти работы, это замечательно. Уже в дальнейшем его научный руководитель, кафедры, на которые он пишет, будут давать ему определенные пути развития и подсказывать, как это надо делать, как это не надо делать. Понимаете, мы, конечно, можем с вами разрешить студенту одному писать или, в принципе, всем студентам писать все, что угодно. На практике так это выходит. 99% всех работ, которые пишутся у нас студенты, они публикуются и публикуются и в Аковских журналах, и в Скопусе выходят. Но я, прошу прощения, говорю только по научной части сейчас. Вот. Конечно, существуют очень провокационные вопросы, которые априори будет сложно публиковать ввиду разжигания каких-то конфликтов. Но, поверьте мне, это встречается один на миллион. Люди, по крайней мере, я говорю про наши университеты, сознательные. Мы учимся априори контактировать с людьми, а не, грубо говоря, устраивать с ними конфликт. Мы учимся взаимодействовать. А это значит, наши работы проецируют то, чему нас учит университет. Это политики, это дипломатия, это коммуникация. Значит, нас и не будет тем, которые нельзя. Значит, студент сам поймет, что можно, а что нельзя. Если еще мнение. И, может быть, сразу тогда еще один вопрос в продолжении, тоже к нашей аудитории. Как вы думаете, как было бы вам легче привести в газету, если бы это была совсем студенческая редакция, или был бы какой-то руководитель, куратор? Вот я знаю, что в ГИМО у студенческих клубов есть кураторы с преподавателей, да? Да, чаще всего большинство клубов они есть. Например, у научного студенческого общества в целом, который состоит из около 30 клубов, есть и кураторы со стороны администрации. Конечно, они помогают выстраивать, если мы говорим о СМИ, то медиаплан какой-то. Если, да, журнал «Международник», который, собственно, курирует факультет международной журналистики, также работает коллектив как преподавателей, так и коллектив студентов. И вот, на мой взгляд, эта синергетическая связь, она позволяет делать качественный контент, который интересен, в принципе, читателю, подписчику. Ну, с подписчиками я не знаю, да? А вот, может быть, мнение аудитории, какая бы редакция была вам интереснее? Чисто студенческая, смешанная, или студенческая под руководством старшего товарища? Здравствуйте, меня зовут Назаркина Полина, я студентка зарубежного регионов ведения германо-российских исследований. По поводу редакции, я думаю, все-таки, наверное, смешанная была бы очень интересная, потому что все-таки идет обмен опытом между студентом и, так сказать, преподавателем или куратором, более грамотное преподнесение информации, материала для прочтения в газете или публикации в различных источниках, в интернете даже. А более, как сказать, я считаю, что куратор или преподаватель, он может правильнее направить студента и показать, особенно если он не является студентом журфака, а также как мы просто с институтом международных отношений никогда к этому не притрагивались, это будет очень интересным опытом поработать с преподавателем или куратором, и очень будет интересно, если он грамотно направит и покажет, как правильно преподнести. Спасибо. Здесь лучше хочется. Вот еще. Вот. Добрый день, я из МГИМО. Собственно, я куратор научно-студенческого общества на МГИМО. У нас там на данный момент находятся 32 клуба, и как раз вот касательно вашего вопроса. Лично исходя из моего опыта, если учесть, что у нас в НСО состоят в общей сложности более тысячи человек, они регулярно что-то пишут, это может быть как газеты, как и журналы. Но в основном, конечно, сейчас у них идет самая большая активность, это в соцсетях. Причем у них там, собственно, самый большой охват. У них тоже есть свой журнал, они тоже им активно занимаются. И в целом, исходя, опять же, из моего опыта, что вот чисто студенческие журналы, это опять же, я не говорю, что это истина, я говорю, вот как у нас получается. Практически всегда это план-провал. Потому что всегда они сами инициируют, и я не помню, чтобы такого не было, они всегда приходят за советом, будь то к нам, будь то к своим научным руководителям, будь то на кафедру. То есть самостоятельная какая-то студенческая идея, которая организовывается сугубо среди них, там, собственно, и заканчивается обычно. Собственно, все. Спасибо. Спасибо. В общем, все по-нашему, по-российски, в общем, все. Ну что ж, я думаю, что мы касаемо целого ряда очень важных вопросов. И я убедилась за прошедшее время, что студенческие средства массовой информации очень нужны, и они очень полезны, прежде всего, для того, чтобы вы научились писать на самые разные темы. Мне показалось очень странным, что многие студенты говорили, что нужно только про международные отношения, про политику, про гранты. А где вся остальная жизнь? Вот Ильдор Задович меня поймет, и Валерик Сеч, как-то вот мы представители старшего поколения, нам хочется, чтобы были разные рубрики, разные разделы, чтобы живая жизнь, самая разнообразная в этих средствах массовой информации была. И только тогда это будет успешно, и вы будете успешными только, когда жизнь будет разной. Поэтому я думаю, что, в общем, такие СМИ, ему и ему очень нужны, хотя мы не профессионалы-журналисты. И я думаю, что мы еще будем размышлять, как сделать так, чтобы они были интересными, чтобы вы больше приходили, в них больше писали. И, может быть, нам нужны совместные школы, такие журналистские для непрофессионалов, и профессионалы-журналисты, которые здесь присутствуют, помогут нам таки организовать. Зимние и летние студенческие школы, в которых бы вы учились писать. Вместе с нами, потому что мы тоже хотим писать в средствах массовой информации. Большое спасибо всем нашим участникам, нашим спикерам. Большое спасибо нашим слушателям, гостям ГИМО. И я думаю, что то, о чем мы сегодня говорили, даст толчок к вашим размышлениям, и поможет в будущем тоже нам развивать средства массовой информации студенческие в наших вузах. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.